Мне очень нравится, что у вас возникают предложения, и мы, если такую возможность можем реализовать, мы их делаем. У нас была одна традиционная встреча зимой, перед Новым годом мы встречались в доме НКО, но вот все-таки один раз в год это очень редко, и мы решили вот еще летом собраться, хотя, понятно, сейчас жара, отпуска, и не все просто физически в Вологде, поэтому мы, тем не менее, решили собраться и хотим эти встречи сделать регулярными, хотя бы чтобы раз в квартал обмениваться опытом, обмениваться новостями, рассказывать о наших проектах и таким образом держать руку на пульсе и двигаться вперед. Мы предварительно повестку направили, я надеюсь, что все с ней познакомились, и пойдем мы по ней. Первоначально мы планировали удаленно поработать, чтобы одновременно в Zoom у нас были люди, но вот сейчас все-таки решили не делать, но запись будет доступна, и вот я тоже прошу, чтобы потом это был полезный контент, вот потому что те, кто вот сейчас не присутствует, чтобы они могли эту запись посмотреть, и в общем почувствовать, да, вот какие-то вот моменты, которые мы будем обсуждать, чтобы они тоже поняли, чего мы решили, или, возможно, потом дали какие-то свои предложения. Ну, а начать я предлагаю все-таки давайте с хороших таких торжественных моментов. Мы очень рады, что наше сообщество растет, оно вот в разных таком плане, да, вот и молодежь, и зрелые люди, вот это очень здорово, то есть вот есть такое, ну, немножко уже затасканное понятие экосистемы, да, вот, ну, не знаю, там пруд, лес, там наша планета Земля, пока вот человек в нее не стал активно вмешиваться, она жила в экосистемном порядке, то есть сама себя воспроизводила, радовалась жизни, там, вот, мы к этому тоже стремимся, вот в рамках нашего созидания. Итак, вот у нас сейчас наши ряды волонтеров пополнились, и буквально вчера мы стартовали новый курс, ну, как бы новый поток курса по обработке фотографий, и его у нас провел Алексей Хамичев, мы давайте поблагодарим Алексея, и у нас есть вот такие вот подарки, ну, как это и подарка, и это символика нашего созидания волбита, да, вот, чтобы нас узнавали, чтобы мы, ну, вот, как сказать, были узнаваемы, вот, Алексей, прошу вас ко мне, мы вам вручаем вот здесь такой пакет, поздравляю, так, где, да, да, так, давай, иди, вот, просто у нас это, чтобы все тоже осталось, здесь футболка, толстовка, наши там блокноты, ручки, чтобы у вас все получалось, да, давайте поаплодируем, спасибо, да, да, прошу. И еще у нас вот остался уже старое, ну, не старое, как вот, мы в начале года, когда стартовали проект «Цифровая помощь пенсионерам», у нас Даниил Корляков, он проводил мастер-классы, и не где-нибудь, а в соборе Рождества Пресвятой Богородицы, это в Вологде, да, но это вот у нас храм, раньше он был кафедральным собором, сейчас, в общем, является вот собором Пресвятой Богородицы, и мы получаем... Да, 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 за Горбатым мостом, да, да, и у них есть воскресная школа, и вот мы там, у нас там есть хорошие друзья, это, ну, вот, Алла Абатурова и настоятель, руководитель проекта протереи Алексей Ольховиков, благодарит Данила, и вот такое благодарственное письмо, иди тоже сюда. Поздравляю с заслуженным письмом, так, держи, давай тоже сфотографируемся, а ты, да, вот, ты не бойся, ты можешь поближе, понимаешь, оптика оптикой, но лучше вот быть, как бы, зумом особо, ну, лучше не пользоваться, если есть возможность подойти. Все, спасибо. Данил у нас, он также активный участник, он с самого начала проекта, вот, он студент колледжа связи информационных технологий, вместе с Астасией Полевой, она тоже вот у нас вела курсы, и она уже была у нас сегодня днем, она сейчас готовится к поездке в Изумруд, это где мы все лето проводим занятия для детей, вот, по цифровым технологиям, да, то есть тоже я вот был на первой смене, на вторую из-за экзаменов не получилось, но все остальные смены, вот сейчас Полина Корчагова у нас, что же, другой цифровой волонтер этим занимается, и эти новости можно видеть у нас в группе Валбит. Вот, такая вот история, ну, вот, Данил, опять же, у нас он специалист и эксперт, я бы даже сказал, по обработке видео, по звуку, он хороший у нас такой, как сказать, звукорежиссер, и он нам помог приобрести, выбрать, подобрать технику, которая бы нам служила, в том числе, вот, для записи наших мероприятий. Вы все знаете, что мы усиленно развиваем наш YouTube-канал, делаем различные и стримы, и просто интервью, там, записи, да, видеоролики, и, вот, стараемся участвовать в разных конкурсах, сейчас в федеральных конкурсах тоже подаем и ждем результатов, и об этом я скажу более подробно. Вот, поэтому, вот такая преамбула, и что у нас дальше идет по плану, сейчас я открою шпаргалку. Ну, вот, опять же, у нас возникла идея какая, очень тоже экосистемная, я бы сказал, то есть одно дело вести кружки, вернее, как бы вести занятия, там ограничено по времени 10 часов, то есть это 5 занятий, мы сейчас придумали, как все-таки более сплачиваться уже вот за это ограниченное время, то есть вот вначале проходит знакомство, и открывается, что там у нас и поэтессы, и какие-то там, я не знаю, художницы, и люди, которые тоже занимаются волонтерством, руководители разных таких общественных объединений вологодских, то есть вот это очень важно, но тем не менее, все равно за 10 часов понятно, что, ну, как сказать, вот такой экосистемы не получить, и поэтому, опять же, у нас есть замечательный Владимир Владимирович Светков, который сказал, а давайте сделаем кружок, мы говорим, а давайте, да, и мы решили, что вот те знания, которые мы получаем на наших курсах, их потом можно было реализовать, и можно было бы это делать в формате кружка, ну, вот я не знаю, вы сами, наверное, ходили в кружки, я вот когда был маленьким, ходил в дом пионеров, там авиамодельный был кружок, там по картингу, и там на самом деле вот такая атмосфера творческая, когда есть старшие, младшие, и вот там мы делали какие-то там планеры, змеи там запускали и прочее, то есть здесь то же самое, но это делается для наших пенсионеров, которые у нас проходят по занятиям, и по фото, и по видео, и для цифровых волонтеров, и для преподавателей, то есть вот в формате кружка мы как раз можем продолжить то творчество, да, цифровое, которое вот не замыкалось бы только на каких-то юбилейных датах, да, вот там, не знаю, там свадьба или просто там 60, 70, 80 лет, то есть здесь мы немножко другой вектор, я вот вчера тоже об этом говорил, и хочу сказать, что вот просто то же самое старшее поколение волокжан, это наша история, вот та история, которая еще живая, которая полна энергии, которая может нам вот своими руками, ну или как бы совместными нашими действиями, да, вот эту свою культуру и историю оцифровать, это могут быть разные совершенно вещи, это может быть и фольклор, это может быть и какие-то там песни, там танцы, какие-то интересные места, вот, да, вот какие-то здания, какие-то там, ну вот, не знаю, артефакты, и, да, истории, да, 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 и опять же, они могут своими словами об этом рассказать, и очень важно, вот кто в этом деле вот знает толк, что нужно доверие, просто так старый человек, он не расскажет вам, да, потому что он вас не знает, с какого перепугу он будет делиться, может быть, ну, как бы своим сокровенным и не всегда таким, как сказать, да, 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 а благодаря тому, что они нас знают, они нам доверяют, и понятно, что из их согласия мы можем все-таки вот вытащить на поверхность вот эту всю красоту, вот эту всю историю культуры вологочины, и ее, вот, ну, выставить на всемирное обозрение, то есть, потому что, опять же, ютуб, он, хотя там, опять же, там, Роскомнадзор что-то там пытается наложить, но в любом случае все равно это уже мировое будет достояние, и мы хотим ограничить, не ограничивать только Вологды, да, что вот вологодские пенсионеры, но хотим пойти в регионы, да, и вы сами понимаете, кто вот был в районах, насколько там всего у нас интересного, самобытного, и здесь, опять же, я вспоминаю, вот эта заявка у нас была на предыдущем семинаре цифровых волонтеров, который мы проводили в ЦМИТе, и там была, значит, преподаватель информатики из Шуйского и Алакеева, и она вот предложила, что есть старые люди, которые просто живут на каких-то хуторах, там, и еще, вот у них там просто, ну вот, кладезь очень такой, ну, сокровенной информации, интересной, самобытной, и можно было бы это сделать, и вот благодаря нашим возможностям, и вот в формате кружка и тире клуба, то есть, понимаете, это вот такое, с одной стороны, мы делаем какое-то прикладное вещи, да, вот ролики там, или обработку фотографий, да, какие-то там вещи, но с другой стороны, это смысл наполняется, да, таким глубоким, интересным смыслом, и я очень, ну, как бы даже не верю, убежден, что это у нас должно получиться. Вот, то, что касается кружка. Второй, еще один важный момент, это координация цифровых волонтеров. Вот тут я скажу, мы, конечно, опыт получили разный, ну, вообще, я, как просто констатирую то, что время, наверное, да, оно меняется, и мы должны это учитывать, потому что мы в свое время проходили школу, там, октябренок, комсомолец, пионер, и там дальше, да, кто успел. Сейчас у молодежи гораздо больше возможностей, больше вызовов у них, ну, разные эти вещи, но, опять же, рынок, деньги, успех, вот эти все моменты, они накладывают потребительство, которое, вот, ну, как бы люди ничего другого и не знают. Поэтому добровольчество, это не то, чтобы элитарно, но к нему нужно подводить, понимаете, нужно, особенно с молодыми, вот, уметь правильно выстраивать отношения. У нас, наверное, не всегда это получается, я здесь тоже, вот, не говорю, что мы там самые идеальные, но, по крайней мере, у нас есть опыт разный, положительный, отрицательный, и благодаря вот этому опыту мы можем двигаться дальше. Но, вот, здесь нужна какая-то система, вот, не какая-то, а конкретно система, нужны технологии, методики, и у нас есть хорошие партнеры, это Даниловцы движения, есть московские тоже, вот, волонтеры, объединения, которые в основном работают не с цифрой, вот, как мы, а они работают с инвалидами, вот, с хосписами, вот, с больными, в основном, людьми, и сами понимаете, что там заполучить волонтера еще труднее, да, то есть, вот, когда ты идешь к человеку, умирающему, и должен ему, извините, там, поменять, да, вот, не знаю, там, как эта штука называется, да, вот, чтобы он сходил в туалет, это, ну, не каждому, да, но у нас все-таки гораздо более такая работа, ну, прилично в этом плане, да, то есть, там не надо вот таких вещей, просто прийти к пенсионеру, помочь получить от этого, ну, какое-то удовлетворение, и вот в этом нужны просто такие отдельные люди, которые называются координаторы волонтеров, то есть, это люди, которому это интересно, у которого есть какой-то свой жизненный опыт, понимание, что к этому нужно стремиться, да, то есть, это не навязывать, да, вот, что там, иди делай добро, просто потихонечку, вот, ну, стараться, какие-то, ну, никакие, а правильные мировоззренческие смыслы, ценности транслировать, да, не надо никому ничего навязывать, но транслировать, показывать, да, потому что, вот, как гитара в унисон играет, то же самое и здесь, если я транслирую добро, и люди видят, что вот оно идет, и получается обратная связь, вот это самый правильный путь, вот, мы сейчас ведем, вот, в частности, с Ириной Хабаровой, я ей задал, потом, вот, Полине Корчаговой тоже предложение сделал, если у кого-то из вас, вот, есть к этому желание, тоже мне об этом сообщите, мы постараемся вот это реализовать, то есть, здесь речь идет именно о координаторах волонтеров, и там сначала, вот, если про бизнес, как бы, модель говорить, широкая воронка, то есть, мы приходим в университет, мы приходим в колледж, рассказываем, что такое волонтерство, там, берем, ну, какие-то, ну, собеседования делаем, и потом постепенно люди уже выходят, либо на обучение детей, либо на обучение и цифровую помощь пенсионерам, вот. Про это я тоже сказал, теперь, ну, вот, про видеоролики я тоже сказал, но давайте, вот, просто сейчас ситуация какая, мы готовим две заявки на конкурсы, мы, вот, одна большая заявка, это на фонд культурных инициатив, это по, в послании президента было, вот, выделено 3,5 миллиарда долларов на, рублей, простите, на культуру и историю России в целом, и мы будем делать такой вот проект. Давайте я вам покажу, чтобы вы примерно пооставляли, то есть, вот, меня попросили рассказать о наших проектах, вот эти замыслы, и вы, опять же, вот увидите, как важно уметь, вот что-то такое большое, высокое и абстрактное, фокусировать в конкретные вещи, да, которые, вот, ну, как бы, они рядом с нами, да, вот это важно. Итак, ну, вот, проект сам будет называться «Оцифровка культурной и исторической памяти Волокжан». Так, здесь мы говорим, что у нас уже такой опыт есть, и успешный опыт, и мы готовы продолжать его дальше. Вот, опять же, знакомые люди, известные, да, наша площадка и волонтеры, наши участники курсов. У пенсионеров проблемы следующие, вот, ну, не будем сейчас останавливаться, просто чтобы вы понимали, да, то есть, все равно они от отчества оторваны немножко, да, то есть, они ходили на работу, получали какую, ну, зарплату и делали какую-то полезную вещь. Когда их вытаскивает вот этот отсроченный, вернее, как бы пожизненный отпуск, да, они немножко теряются, и вот важно их, ну, как, вовремя подхватить, помочь и развить вот в том плане, которым мы занимаемся. Это вот как раз снимок из вот этой воскресной школы, храма Рождества Богородицы, и видите, вот эти бабули, они сначала пошли, поставили свечку, помолились, потом пришли к нам и вот сидят за ноутбуком, изучают филмуру, по-моему. Да, и вот Данил как раз им показывает при мудрости, как же делать правильные видеоролики. Так, Станислава Полевая, она вот вела кружок по фото, и вот Ирина Хрянина, это тоже наш волонтер цифровой, мы с ней ездили и в Шуйское, и в Сокол, и она сейчас нам помогает вот вовлечь в образовательные курсы. Это у нас был фестиваль волонтера, вернее, для пенсионеров, который мы делали в марте, и мы хотим вот этот опыт транслировать, но именно на историю и культуру. Мы будем делать вот фестиваль о цифровом культуру и историю Вологодчину, а потом вот там тоже будет конкурс лучшей работы, и будет организован видеопоказ этих работ и в учреждениях культуры, и в образовательных организациях, да, то есть у нас есть разные партнеры, и областная библиотека, и районные разные администрации, там дома детского творчества, вот там мы лучше наши ролики покажем. И понимаете, чтобы это было не как вот в армии, там всех садят на программу время, а предварительно подготовив, и для тех действительно людей, кому это интересно, потому что, говорю, когда навязывают другие ценности, это всегда вызывает отторжение. Нам ни в коем случае этого делать не стоит. Вот. И вот задача это популяризация видеоконтента. Вот мы тоже, опять же, искали разные форматы, и вот один из такой, ну как, фишек, мы использовали этот, как называться-то, Михаил, не помнишь это приложение, FaceUp, да, когда вот можно омолодить, можно поменять даже пол, там и проще разные такие штуки, и вот пенсионеры с удовольствием это пользовались. Так, мы будем работать с пенсионерами Вологды и Вологодской области, да, то есть вот я рассказывал, то есть смысл в том, что мы будем им, ну вот, и давать обучение, и все-таки приезжать в гости с экспедициями, и делать вот эти ролики, которые бы раскрывали или личную их судьбу, там, или судьбу конкретного поселка, исторического места, либо какие-то фольклорные дела. То есть там достаточно большой такой спектр разных возможностей. Будут задействованы цифровые волонтеры, опять же у нас есть опыт и с молодежью, и с серебряными волонтерами, да, и вот здесь как раз вот этот симбиоз, он может быть очень таким эффективным и интересным. Ну, здесь немножко высоких слов, потому что это заявка на грант, и вот тут на самом деле не патетика, просто, я говорю, молодежь, они должны понимать, что это все-таки их родина. И понятно, возможно, где-то дороги глаже, безопаснее, там, красивее, но это наша родина, друзья. Поэтому вот чтобы не забывать ее, просто нужно вот как бы в ней немножко, ну вот с другой стороны посмотреть, а не критиковать. Так, будет охвачено 7 районов, вот они здесь перечислены. В принципе, мы у нас со всеми уже такие связи установлены, поэтому мы едем уже вот, ну как бы, не на разведку, а туда, где нас ждут, и где нас уже встретят и покажут, с кем можно сделать это интервью. Вот, ну мероприятия там разные, то есть вот это первоначально, опять же, про воронку говорить, мы делаем встречи, где массово там, да, вот много людей, там 100, и как бы из этой сотни потом 10 остаются. Мы их потом консультируем, у нас есть разные для этого инструменты, и чат, и группа отдельно, вот нашего ресурсного центра, и видеоконтент, вот это тоже мы будем здесь задействовать. Будут сделаны специальные методики, да, вот, ну тоже, да, понимаете, то есть вот чтобы не из головы это изобретать, а чтобы все было расписано, делай раз, делай два, делай три. Мастер-классы для пенсионеров, да, то есть тоже вот, чтобы нам вовлечь таких, ну, правильных, интересных людей, разные каналы будут использованы, электронные, и вот во время занятий мы их постоянно сейчас зовем, и вот я думаю, будет костяк, а потом это все уже обрастет. Вебинары планируются, да, потому что вот, ну, на село часто все-таки сложно выезжать, и можно использовать дистанционный формат. Экспедиции еще раз будут сделаны, и там мы прямо вот, ну, такой со съемочной группой поедем, и в течение там дня-двух поработаем, потому что там, сами понимаете, нужно и погоду какую-то предусмотреть, там еще какие-то вещи, да, вот что все это соответствовало, не спеша. Так, так, потом вот мы эти ролики, опять же, заливаем на YouTube канал, делаем отдельный там плейлист, и будет конкурс, да, проведен. Ну, вот это текущая работа, да, то есть это вот будут проходить сами занятия в нашем кружке регулярно. Мы вот тоже, мы вчера посмотрели то помещение, которое на втором этаже находится, дома НКО, и вот Людмила Кулик, она сказала, что они готовы нам с сентября это помещение, ну, как бы давать, ну, не в аренду, а в бесплатное пользование на постоянной основе. То есть мы сможем вот занятия проводить не на мансарде, потому что там все-таки и мало места, и жарковато, вот когда лето, а там, ну, как бы второй этаж, там больше воздуха, оно больше по размеру, то даже больше вот этого помещения, по-моему, и там окна тоже можно открывать. Вот, ну, вот это наш фестиваль, то есть опыт опять же есть, но здесь, понятно, другая специфика, я думаю, надо будет поработать и с департаментом культуры, и с библиотеками, да, вот чтобы все-таки вот наш такой культурный слой Вологодский туда тоже пригласить, и чтобы они нам помогали, да, вот, чтобы тогда просто получится вот эти крупицы золота больше их там как бы обогатить и материализовать в электронном виде. Ну, вот это видеопоказы, опять же, и для вот старых, и для молодых, и просто в интернете, да, сможет быть, возможно, с каким-то продвижением, тоже тут понятно, что нужно применять технологии, да, чтобы не просто это вот просмотры там, а чтобы это была целевая аудитория. Так, так, ну, вот продвижение тоже это такая тема, где у кого-то, если есть опыт, мы будем рады его здесь использовать. Ну, вот по итогам, вот видите, там больше тысячи участников, 100 участников фестиваля, 20 видеороликов. Вот этот тоже, вот Данил понимает, что 20 видеороликов хороших сделать это непросто, да, но вот за год, который будет этот проект работать, я думаю, нам это все по плечу. Вот, ну, качественные результаты, понятно, это все тоже вот такие высокие слова, но, тем не менее, мы без этого походиться не можем. Дальше проект будет развиваться, потому что и тот же кружок будет проходить, и ролики мы делать не перестанем. Ну, вот в команде, да, вот у нас уже основной костяк есть. Олег, ты уходишь или вернешься? Ну, давай. Наши преподаватели, наставники, волонтеры, да, то есть, ну, они пересекаются, то есть, у нас и волонтеры являются наставниками, и наоборот. Партнеры, видите, у нас с обоими вузами есть соглашение о сотрудничестве с Вологодской областной библиотекой, с правительством, там, колледж связи, и есть и федеральные тоже партнеры. Наши интернет, различные каналы и площадки, есть и сайт, есть группа в Фейсбуке, ВКонтакте, как самого Волбита, так и ресурсного центра и компьютерных курсов для пенсионеров. Ну, если вот с точки зрения образования, там, да, вот государственного подхода, у нас есть образовательная лицензия, поэтому мы можем вручать удостоверение государственного образца, и мы тоже вот стараемся и пенсионерам давать за вот хотя бы вот этот 10-часовой курс, и для детей, которых тоже учим. Вот, ну вот разные наши награды уже на федеральном, на региональном уровне. Это вот бюджет, сколько мы тут денег просим, сколько свои вкладываем, какая структура этого бюджета. И, в общем, основная идея – это сохранение истории и культуры в цифровой формат. На мой взгляд, проект очень интересный, мы к нему готовы, и вот осталось просто упаковать заявку, хорошо, правильно, да, так, как хочет фонд президентских грантов, и получить эту поддержку. Ну, получим замечательно, не получим, будем думать, как найти деньги из других источников, либо на каком-то другом источнике финансирования, ну, или энтузиазма, будем все равно этим заниматься. Вот такая вот вещь. Есть вопросы на этот счет? Или понятно более-менее все? Ну, просто вот это важно, вот этот проект, то есть он тоже вот с одной стороны опирается на наш опыт, с другой стороны вот на тот кружок по фото-видео, который мы будем делать. И, говорю, идея все-таки, это оцифровка именно исторического и культурного кода Балагодского края. Вот, а мы идемте дальше. Так, 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 дальше у нас с вами идет наш сайт. То есть вот есть такая штука, называется ребрендинг. Мы стали заниматься им, как сказать, не сразу, а после того, как нам подсказали, так скажем, подсказало экспертное сообщество. И здесь вот вы видите тот сайт, который мы сейчас имеем. Немножко вот он, наверное, там чрезмерно яркий, немножко там много вот всяких там фоточек, там прочее, прочее. Но, опять же, это сделано для того, чтобы повысить нашу привлекательность, повысить нашу открытость. Но, вот опять же, есть классические подходы. И в итоге мы должны перейти к платформе на WordPress и в шаблон кодзинский. Тут, в общем, разные есть подходы, но мы вот провели две уже консультации с Алексеем Сидоренко. Это руководитель теплицы социальных технологий. Это очень хороший, мощный российский ресурс, который как раз помогает НКО использовать возможности цифровых технологий. Он нашел время, вот две консультации провел. Мы нашли исполнителя, даже, вот тоже это волонтер, Руслан Редькин. Он, не знаю, хотел прийти, но, видимо, что-то не сложилось. И будем это делать. Я сейчас, вот времени уже прошло достаточно много. Не будем погружаться, да, но вот там, в том материале, который всем вам направлялся, вы видели, да, то есть, вот мы ждем от вас предложений, а что можно поменять и нужно поменять. И здесь, вот мы как бы будем действовать от стандарта. То есть, мы сейчас немножко все наши, как сказать, амбиции и свое видение убираем и следуем, как сказать, экспертному мнению, которое нам дает теплица социальных технологий. То есть, у них есть образцы, вот сам шаблон, есть федеральные, другие, вот НКО, та же самая ночлежка, и вот постараемся вот сделать структуру сайта именно с точки зрения классики жанра, да, чтобы нам не перебарщивать в какую-то, ну вот не заниматься изобретением велосипеда, а потом уже все-таки какую-то изюминку, свои моменты мы дадим. И вот в частности, вот было нам сказано, что вот наш вот такой замечательный, как, логотип, он все-таки не соответствует неким, ну вот канонам, опять же, дизайна, да, с точки зрения его лаконичности, с точки зрения его простоты отображения, в том числе на интернет ресурсов. И мы будем думать, как его сделать более современным, но не менее стильным. Здесь, вот у нас уже в работе дело, я надеюсь, что до конца недели новый логотип у нас появится. Вот, такая история. И, в общем, сейчас тогда про сайт мы больше останавливаться не будем, а пойдемте дальше по нашей повестке дня. И следующий вопрос, который для нас тоже для всех достаточно важный, это как же правильно, полезно, интересно и, как сказать-то, не напряжно вести сами занятия. Понимаете, вот просто я сам тоже вот опыт непосредственно имею, и у вас, вот у большинства этот опыт есть, поэтому вот мы решили этот опыт вам сейчас озвучить, и чтобы вы его восприняли, и дали нам предложение, а что можно сделать еще лучше, и какие-то моменты, которые сейчас может быть, ну, кто-то один только внедрят, сделали и другие. И я предусловляю слово Смирнову Михаилу Борисовичу, который нам об этом расскажет. Прошу. Добрый день. Со всеми, я думаю, почти со всеми знаком. Ну, значит, или мы успеем еще сегодня познакомиться, как следует. Значит, я за последние годы провел много довольно-таки занятий. Была часть из них онлайновых во время самого жестокого периода пандемии, но потом, к счастью, удалось уже обычное, как говорят, оффлайн занятие. Правда, так лучше не называть, потому что не всем понятно, что такое оффлайн занятие. То есть, очное занятие, это у нас как раз оффлайн. О чем я хочу сегодня рассказать, вот, обобщить мой опыт и сделать так, чтобы вы тоже могли что-то здесь применить. Это план выступления. Соответственно, давайте по нему дальше двигаться. То есть, как в данном случае можно сказать, что как проведется первое занятие, от этого во многом зависит и дальнейшее построение всего вот этого цикла. То есть, обычно бывают 4 или 5 занятий в зависимости от того, как рассчитать часы. И у нас есть такой даже документ, чек-лист первого занятия. Но в основном это документ для такого-то руководителя, мне кажется. Хотя из них часть можно применить и нам. То есть, что нужно делать на первых занятиях? Видимо, рассказывать про технику безопасности, это все равно важно. И вот пресловутые противоападемические меры. Ну, что такое техника безопасности? Ну, то есть, все равно можно, мне кажется, найти какой-то... Ну, есть какие-то пункты, которые делать, например, нельзя. То есть, обращение с электроприборами в любом случае. Допустим, даже вот как выдергивать шнур из розетки правильно. Для этого случая, оказывается, тоже есть рекомендации, что некоторые почему-то хотят дергать именно за электрический провод. А нужно браться за вилку. Я такое наблюдал. Значит, получается, не лишним будет это упоминать. Противоападемические, это, соответственно, рекомендация быть в масках. Дальше, мне кажется, очень важно, это упражнение на знакомство. Мы тут еще дальше потом разберем этот вопрос важнее. То есть, главное, чтобы группа, которая, вот они пришли, скорее всего, первый раз друг друга увидели, чтобы они себя чувствовали каким-то, какой-то социальной средой. Вот, выучили не только преподаватель выучил, выучили остальные, как кого зовут, не стеснялись обращаться там с каким-то вопросом, особенно, если они сидят не очень далеко в самом классе. А как рассадить их правильно в классе, мы тоже с вами разберем. Одно из самых важных вещей, это определить уровень знаний. Ну, потому что можно заранее, конечно, пытаться разными опросами это все делать. Да, то есть, когда формируется группа. Но до конца, видимо, не получается. И нужно уже на первом занятии выяснить, например, на моем примере, да, поскольку я ввел в основном смартфоны, кто уже хорошо освоил смартфоны, кто никак не освоил, кто пришел в первый раз, принес этот смартфон с собой. Из этого можно как раз понять, как адаптировать в дальнейшем весь курс обучения. Вот. То есть, нужно определить некий средний уровень знаний в группе и на него рассчитывать. Дальше у нас договориться о правилах. То есть, мне кажется, что... Ну, вот разные группы бывали. Допустим, ну, кто-то, значит, видимо, приучился ходить на какие-то лекции, а кто-то уже отвык давно. И они не понимают, вот, как должен себя вести обучаемый, как... Когда он может что-то, допустим, прервать кого-то, он может или нет, да, когда кто-то другой говорит, или, значит, ему что для этого нужно сделать. И самое, мне кажется, главное правило, которое... Чтобы они поняли, что будет чередоваться теория и практика. То есть, когда говорится, что вот мы устанавливаем такое-то, допустим, приложение, или делаем такой-то прием в программе, чтобы они поняли, что не нужно бросаться сразу его делать, перебивать преподавателя, задавать этот вопрос, у меня не получается говорить. То есть, с ними нужно договориться на берегу, о том, что вот мы до конца этот показываем прием, и вы не начинаете его делать, потому что, если вы зададите вопрос, его некому задавать. То есть, как бы не будет прерываться преподаватель из-за того, что вы задали вопрос. То есть, лучше доказать, до конца он покажет все это, как делать, и затем уже, когда он говорит, ну, теперь делаем, тогда это все можно начать делать, и тогда уже возникают все эти вопросы. Так. Ну, упражнения на знакомство я, не я придумал, это Павел Александрович у нас, мне кажется, очень хорошую идею. Ну, потому что, если не делать упражнения, то они как-то не всегда ознакомятся. То есть, они, есть какие-то дружные группы очень, а есть не очень дружные. Соответственно, для чего нам нужно это знакомство? В основном, для того, чтобы их потом разбить на разные микрогруппы или пары. То есть, как правило, в разных учебных классах там можно садить людей по двое, и кого же посадить в эти пары? Вот, очень важный вопрос. То есть, интервью в парах, то есть, мы сначала их разбиваем на пары, кто там сел рядом, то есть, довольно-таки случайным образом получается, и они узнают друг у друга вопросы, то есть, пытаются познакомиться, и представляют собеседника, делятся впечатлениями. ну, вот это классический способ. Мне кажется, есть даже такая игра снежный ком, но она уже требует очень хорошей памяти, потому что надо там тогда всех в группе выучить. а тут мы упрощаем, они должны только выучить своего соседа. Вот, и очень важно то, чтобы они сказали, какие есть ожидания, то есть, что они хотят в самом начале, и потом тогда можно адаптировать все остальные занятия под эти ожидания, либо, если они слишком велики, объяснить, что они требуют гораздо большего количества часов. Так, дальше у нас есть. Вот, хороший прием, который, значит, я бы применял неоднократно, это разделение на пары не случайным способом, а по принципу сильный плюс слабый. То есть, допустим, просто тот, кто не успел что-то делать, то есть, первое, что он может, это подсмотреть у соседа, да, как он что там сделал, можно его даже там, как бы, спросить этого соседа, вот, а если уже ничего этого не помогло, тогда спрашивать волонтера или преподавателя. Вот это разделение на пары очень важно, тогда просто идет процесс параллельно, когда вы переходите от теории практики, да, этих микрогрупп у вас, допустим, шесть, и они все там иногда только задают вопросы, а делают все, в принципе, сами почти. Вот, но так бывает не всегда, и очень полезно на занятиях волонтеры, то есть, это где-то два-три человека, которые во время практики, когда вы задали задание, могут одновременно подойти к этим всем микрогруппам и ответить на какие-то вопросы, помочь что-то сделать практически, то есть, нажать нужную кнопку за них, объяснить, почему тут так, а не так. И это важно, потому что бывает, что вот эти все проблемы или какие-то непонятные вещи, которые у них возникают, у всех разные. То есть, преподаватель не может одновременно помочь, распараллелиться, расквонироваться там на шесть частей. Вот, раз не может, значит, тогда ему нужно, нужны волонтеры, чтобы этот процесс был параллельный. Вот, еще полезный прием, да, адаптация материала в ходе курса, то есть, ну, часто бывает, что, допустим, план был выучить там, не знаю, пять каких-то там мобильных приложений, после первого занятия вам становится ясно, что нужно, как бы, три, больше просто никак не впихнуть, то есть, лучше пусть они освоят три, но очень хорошо, чем пять, но по верхам. Вот, то есть, чтобы осталось у пенсионеров ощущение, что они хорошо освоили что-то, знают до конца. Вот, это очень важно. Так, еще хочу несколько особенностей, которые встретил на занятиях на смартфонах озвучить, то есть, здесь специфика есть, она отличается от занятий на компьютерах, потому что у компьютера все настроено, как правило, идентично. Мы специально к этому стремились, чтобы все учебные компьютеры, там был абсолютно одинаковый набор версий программного обеспечения и набор его был одинаковый и версии одинаковые, то есть, интерфейс, то есть, чтобы что-то, если нажали одним образом, оно было везде выполнимо. Вот, а в случае смартфонов, там каждый приходится с своим смартфоном, у всех эти модели разные, пункты меню называются по-разному, соответственно, есть даже проблемы такие, что где-то отсутствует Play Market, то есть, вы показываете, как устанавливать приложение, а этого способа установки там вообще нет. Соответственно, на этом курсе без волонтеров крайне сложно обходиться и особенно сложно объяснить, как что-то установить, если у самого телефон не такой и ты никогда не видел, допустим, какой-то Honor или еще какие-то есть у нас разные, Huawei. Дальше у нас курс рассчитан на Android, то есть, чтобы операционная система была Android, но все равно иногда люди приходят с Apple-овскими аппаратами и в какой-то степени у них полезно получается все равно вот это посещение, но по-моему недостаточно полезно, то есть, как бы сказать, они повторить те же самые все приемы не могут, то есть, повторить они могут только, когда изучается конкретное приложение какое-то там госуслуги, тогда да. Вот. Следующая типичная проблема, что вы хотите рассказать, как там, допустим, устанавливать что-то, но по факту оказывается, что там ничего установить нельзя, потому что память забита на 100%. Ну, то есть, такие вещи лучше заранее выявлять, да, допустим, что эта память забита, то есть, надо получаться тему, вот некоторые темы переносить вперед. То есть, тему того, как смотреть, сколько памяти осталось, нужно пораньше сделать, потом опросить, у кого 100% забита. Соответственно, им должен помочь волонтер, чтобы появилось место для установки приложений, которые будут потом изучаться. еще есть одна из проблем, вот сенсорный экран сам по себе является проблемой, мне кажется, что, ну, есть какие-то, у кого-то уже просто привычки нет к сенсорному экрану, да, то есть, если кто-то привык кнопочным телефоном пользоваться, ему подарили смартфон или купил и хочет пользоваться им. То есть, это сначала вызывает очень много сложностей, потому что, ну, там нужно что-то нажимать, да, или, допустим, брать этот сам смартфон, чтобы так, чтобы ничего не нажалось. И есть еще, допустим, у кого-то, если совсем уже в старшем возрасте, то есть, возникают какие-то заболевания пальцев, плохо они гнутся, в таком случае это требует еще больше времени, но с другой стороны, это же и упражняет те же самые пальцы еще, да, то есть, как раз движение жизни, да, как говорится. Вот в данном случае тоже как раз работа, мелкая работа руками, она нужна. Моторика. Да, моторика тоже нужна. И еще типичная есть проблема, с которой она, как бы она есть, нужно иметь ее в виду, то есть, возникает множество почему-то сим-карт, то есть, кто-то покупает смартфон, но к нему еще покупают сим-карту с каким-то еще номером и в итоге, допустим, получается, что непонятно, какой же контактный номер у человека, то есть, у многих получается так, что они все эти телефоны таскают с собой, старый кнопочный, в нем стим-карта, новый, в нем тоже, а процесс перехода так никогда и не завершается. Значит, политической воли не хватает у них или, допустим, просто они цель не поставили, что-то, например, на совсем перейти на смартфон, вот, но они ее не поставили, потому что они его не освоили, то есть, получается, что они должны сначала сходить на курс, понять, что все освоили, готовы к этому переходу и этот переход в итоге сделать. Так, вот, значит, это, в принципе, по смартфонам в основном все особенности, которые я хотел изложить. Так, если какие-то есть вопросы, готов на них ответить. Друзья, есть вопросы? Да, задайте, что-нибудь. Ну, можно не про смартфоны, нет, просто... Да, вообще по образовательному процессу, да, вот, может быть, у кого-то есть свои опыты, хотите поделиться, то есть, у нас, в принципе, вот, как сказать, часть докладов, она закончилась и мы не хотели бы, да, вот, превращать это в такое, ну, как сказать, в лекционное, да, то есть, давайте больше общаться, мы ждем от вас тоже обратной связи, и вот, Владимир, может быть, у вас все-таки есть какие-то, я знаю, что вы уже опыт имеете, правильно, да, вот, что-то вам показалось хорошо, что-то можно доработать, от Алексея, от вас тоже, если вот вчера, после занятия, какие-то мысли там возникли, то будем рады их услышать, чтобы, опять же, этот опыт, мы его использовали уже среди всех преподавателей. Как говорят, опыта много не бывает так же, как и денег, поэтому тут главное не даже не переводить. Дело в том, что мне очень был интересен опыт учительства. Меня постоянно всю жизнь учили в школе, в техникум и в университете. Я тогда свою жизнь сдал, наверное, тысячу экзаменов, поэтому абсолютно я этого не боюсь, я в том числе и на правах, а вот так, чтобы кого-то учить, да, но никогда не имел этой наградости, сразу вам скажу, потому что так, чтобы, ну, как это да что-то, а тем более видеопроизводство, да, видеопрограммы, к ту же Фильмору, но это, мне просто было интересно ее изучить для себя лично, да, и в детстве как бы это были такие устремления, какое-то поступление на факультет Питерского, там какой-то есть институт кинематографии, так, вот откуда ноги растут, я помню. Ноги растут, да, они, кстати, не пропадают, если они хорошие, эти ноги, и с возрастом, но, пожилой, так стало, что я поступил в другой Питерский институт, в холодильной промышленности, кстати. Это тоже хорошая тема, да, особенно вот сейчас. Сейчас это университет, низкотемпературных и пищевых технологий, кстати, на Ломоносово-10, тоже шикарная школа, вот, и тоже не жалею, до сих пор работаю, кстати, в эту эпоху кризисов и коронавирусов, но, на самом деле, эти знания меня держат, потому что неизвестно, кто нас вообще в этой жизни поддерживает, так уж реально. по поводу того первого курса, опыта, да, который я получил, это, конечно, это бесценно, это тоже похоже на учение плавать, да, когда тебя просто с моста кидает речку и поплыет, и поплыет. Вот, и, кстати, сразу хочу сказать, системный подход, это основа, это вещь, мне очень помогла методичка, я сейчас не вспомню, для нее какое-то меню включало, но, на самом деле, оно отличалось, мало того, чтобы у кого-то было на английском, у кого-то на русском, но это разные версии, получается? разные версии, и тут вот вопрос о том, что, на самом деле, людям на этих 10 компьютерах могут достаться разные версии фигуры, а мне, как учителю, это знаете, я поработал-то с одной, еле-еле там ее как-то, всю объял, а человек меня спрашивает, а что же вот за этим скрывается, ну, а мне надо с этим посидеть, самому, это не лучшее время на занятии этим заниматься, и тут просто одно пожелание, вот, любая программа, любое приложение, даже фигуры, требует апгрейда, да, видимо, какой-то переустановки, но наша просто, эмая на моем этом, асусе, да, ну, она вообще кричала, платная версия, заплатите, и я не мог двигаться, даже вот со своим, я, было у меня такое желание взять, и вот домой, там немножечко, поизвучать, но мне хватило, там я вот начал ходить, да, и я немножечко уже там стал в эту программу вникать, вот, поэтому, понятное дело, что практика, практика, еще раз практика, да, только тогда можно на какой-то уровень, выйти, мы имеем дело с очень благодарной именно публикой, к самом деле, с пенсионером, должен вам заметить, я сам, без году пенсионер, практически предпенсионер, если бы не шикарно продуманная реформа пенсионной, да, реформа идеи пенсионной реформы, то уже бы серьезно, да, так это самое, сблизился, а теперь уже все, как говорится, забывайте, иначе дальше жить и работать, вот, а пенсионеры, с которыми мы имеем дело, они реальные, они, я бы так их назвал, очень благодарные слушатели, потому что, несмотря на все свои болячки, проблемы, которые однозначно у них есть, они приходят, это большой вопрос, что их интересует на наших занятиях, потому что, конечно, надо интересно выяснить, чем они занимаются, некоторые реально снимают, делают уже коллажи, делают фотообработки, делают, что-то даже видео, конечно, не могут это все, так, обрабатывать, вот, для этого приходят, то есть, люди уже достаточно подготовленные, а кто-то вообще, как бы, ноль, вот, тем не менее, слушают все это с интересом, поэтому, мое мнение, нам самим учителям надо учиться, надо осваивать, надо, понимаете, как, одно дело ученики, ну, понятно, что они профессионалы, а другое дело наше сообщество, учителей, ну, учители, это звучит просто, конечно, все это, да, и мы сами, в своем созидании, да, должны что-то утворить, кстати, вот, Павел Александрович говорил, что это моя идея, кружка, я так строго не выставил, я сразу заявил о клубе, но ведь клуб, и клуб это такая интересная вещь, на самом деле, да, во-первых, действительно, в клуб не принято кого-то из-под палки загонить, вообще, в клуб, не каждого принимает, хороший клуб, и на самом деле, если мы хотим что-то создавать, творить, вот, то это люди должны быть увлеченные, заинтересованные, со своими идеями, а мы, как вот профессионалы, должны это уметь обработать, и тогда, конечно, я не вижу проблем, начать, конечно, начинать надо с малого, с того, что мы имеем, да, вот, я попробовал, например, на своем занятии, уже там, ближе к концу, у меня не было такого занятия, интеграционного, я об этом даже не знал, парами садить, ну, например, а если люди уже пришли парами, знакомые со знакомой, к примеру, или они просто, соседки обе, а там не важно уже, какой уровень, они просто, это ведь всего лишь пять занятий, у меня вообще было четыре, и в общем-то, на мой вкус, ломать вот эти связи, ну, не продуктивные, потому что говорить о каком-то там, знании, они учатся, они все с нуля практически, начинают изучать, а пришли уже вот такие связи, однозначно, поэтому, как правило, они садятся так, как им удобно, последних, конечно, надо посадить, чтобы они нашли свое место, там, восьмой, десятый, вот, помочь им в этом, и все, и главное не потерять методику этого занятия, о чем сам рассказываешь, четко это понимать, от начала до конца, системно им это рассказать, конечно, у них возникают вопросы с самого начала, и они задают эти вопросы, но вот уметь на них ответить, сразу, как говорится, понять, если это по программе Фильмора, конкретно, да, то надо просто в этот момент решить эту задачу, потому что они сразу спрашивают, а как это, и это такой бывает затор, что если ты, ну, это вот такая муха в голове, если ты не уберешь, она будет в голове сидеть, не даялась возможность, ученику освоить следующий материал, то есть некоторые вещи надо быстро решать, а по вопросу, типа, почему не грузится у меня дома Фильмора, с той же ссылки, да, например, даже я понимаю, что железо не позволяет, и были примеры, что с Windows 7, да, да, мы это были, люди подбирались, а я в этом плане, шестой, ну, да, 64 еще бита, и там 32, у меня у самого была Windows 7 32-х разрядная, кстати, это вот только курсы по Фильморе, подвигли, да, инициировали, бывали, сдали мне, куда я со своим Windows 32-х разрядным, да, Михаил, где я, где, видео эти, программы, так вот, установил Windows 8 604, рама, раздул до 4-х, вот, но процессор уже не менял, потому что надо, и вы знаете, потянула моя Тошиба старенькая, а ее лет как 10, она потянула, зависала, при обработке, потом, когда смотришь, это с какого-нибудь уже ресурса, да, выложено, на ресурс, идет все классно, сможет, и все как-то лучше, и, в общем-то, вот этот старичок, он мой, как бы, справился с задачей, у людей есть такие проблемы, я понимаю, что я их на занятии не решу, все эти проблемы, это же и деньги упираются, в конце концов, да, это не наша задача, просто четко надо объяснить, я человеку дать требования программы к железу, вот, а дальше, насколько я понимаю, наши доблестные волонтеры, они, по идее, у них, как должна система быть построена, что как только они видят, что у пенсионера есть желание пригласить домой, и показать свое железо, он не знает, что у него за железо, в принципе, какой-то там компьютер, женщины его подарили, что там внутри, она понятия не имеет, а волонтер, понятную ситуацию, он должен, у него глаза загорелись, и он уже записывает телефон, по идее, потому что на самом деле, самое простое, выпустить, ведь пенсионерка может второй раз не попросить, разное не бывает, пенсионерка, вот, она спросит, и кто не подошел, ну, значит, она больше вопросов задавать не будет, и, если у нас система будет так построена, что, ну, то есть, это баллы, это бонусы, это все, что угодно должно быть, то есть, система прощерения, однозначно, когда мы говорим, что все должны добровольно творить, однозначно, но, но, всю эту добровольность, ее, мало того, ее надо поощрять, конечно, то есть, каждое движение, каждая затрата, да, какая-то умственная, да, она должна быть продуманная, прощерена, все должны чувствовать, что, они это не зря делают, я, кстати, Тавел Александрович, ваше создание регулярно нам подарки, выдает, я не знаю, здесь уже почти все, у меня тоже, я пришел с пустыми руками, ну вот, началось, не понял, вот это да, смотрите, вот это, я понимаю, подарок, я понял, даже с бантиком, посмотрите, можно просто сделать черный фон, перейти на самый последний слайд, и все, у меня есть силовой, вот, так что, Михаил разберется, я надеюсь, да, спасибо, у нас есть проект компьютера второй жизни, он вот там как раз и служит, мы его модернизируем, поставим память, новый процессор, и передадим в сельскую школу, или дом детского творчества, все, друзья, просто, вот, я предлагаю, остальное наше общение, уже переместить, формат кулуара, заков и брейтов, нас там ждут вкусные печенюшки, и, если у кого-то все-таки еще сейчас есть, вот что сказать, на всеобщем, вот в таком формате, да, то давайте, если нет, то переходим к кофе-брейку, но сначала все давайте встанем, и сфотографируемся на память, да, потому что, это тоже, кусочек маленькой истории, сейчас это вот, как сказать, настоящее, но через покородки прожитого времени, это уже будет истории, давайте все выходим, до сих пор, да,